К другим темам. Как начать бизнес? Под таким названием 27 мая в нашем городе прошел ряд бесплатных обучающих семинаров для предпринимателей. Обсуждались самые разные, но безусловно важные темы. Как открыть дело? ООО или ИП? По какой системе налогообложения лучше работать? Какие документы необходимы для получения субсидий? На все эти вопросы отвечали представители торгово-промышленной палаты ХИМОК. По их словам, мероприятия интересны как для новичков, так и для тех, кто уже сделал определенные шаги в собственном деле. Ходила на данное мероприятие, чтобы посмотреть, чем еще можно, какое взять направление. Потому что есть определенный уже пул клиентов, который позволяет дальше развиваться. То есть почему бы им не предложить еще какие-то услуги или какие-то товары. То есть, соответственно, на этом семинаре получила достаточно большое количество информации, потому что что сейчас поддерживается, какие направления. Сейчас в центре внимания малые предприятия производственной сферы. Малые предприятия производственной сферы, основные вопросы, связанные с введением деятельности. Почему? Потому что сегодня избыт продукции затруднен в связи с тем, что упали выручки в магазинах. И все-таки доходы населения, так скажем, я бы не сказал, что уменьшаются, но не растут. Вот, поэтому сбыт, в первую очередь, это наша задача наладить сбыт этих предприятий. И этим мы занимаемся. Все профильные мероприятия, которые проходят на этой неделе, посвящены Дню предпринимательства. Его отмечали 26 мая. Так, в территориальном управлении микрорайонов Сходня-Ферсановка семинары с представителями малого и среднего бизнеса тоже проходят на протяжении всей недели. На повестке подарок от правительства Московской области предпринимателям округа. В этом году им предоставят бесплатную информационную поддержку. Сейчас основной акцент ставят на это правительство Московской области Владимир Ильич Слепцов, руководитель администрации. Поэтому я вам рекомендую пользоваться данной услугой, поскольку, сами знаете, что реклама – это достаточно дорогой ресурс. И у нее всех есть возможность пользоваться. Поэтому приходите, пишите заявки, мы будем к вам выезжать на место, снимать о ваших компаниях репортажи и писать статьи. Празднично-деловые мероприятия продлятся в Химках до воскресенья.